Тайбрейк группы А и МКТ продолжаются, дорогие друзья. С вами Уха Инканец, студия РУХА продолжает следить за тем, кто же все-таки займет первую строчку этой группы и выйдет сразу же в полуфинал этого чемпионата. Соответственно, за второе и третье место тоже команды борются дальше. Настолько, что была встреча на овертайнах на карте Детрейн между командами Фейз и Имморталз, и там европейский коктейль оказался сильнее. Я бы думал, ты скажешь, встреча выпускников. Посмотри на закуп от Фейзов вообще, как тебе показалось. Это очень интересные UMP-шки. Просто 4 UMP-шки и АВП, и притом пуш со всех сторон. И это бомба, которая была в спине и пыталась убрать у нас вверх-вниз, а то у них в принципе не получается. Но Девайс забирает Аллу, соответственно, Келлинг вместе с Киошимой. Остаются в ситуации 2-3, Керби очень красный, кто тоже может погибнуть. Киошима, ой, на свече просто Гранта ловит. Интересно, с чем связано решение от Фейзов? Неужели с тем, что вот эта вот экономика, которая такая... Да, 100%. Не совсем адекватная, вот мне кажется, что похоже на это. Сейчас посмотрим, что там будет по закупу. Ну, сейчас все будет нормально, 1200 только потратили. Смотри, сейчас они закупаются, даже если проигрывают раунд, то в принципе будут деньги на последний, более-менее. Да, 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 экономика так намного лучше. Но тут просто вопрос в целом, вот стоит ли пушить в такой ситуации, понимаешь? Вот больше я склонен к такому. Так, ну Астрали задохнувшая, как минимум, Фейзы только что кастали трейн. То есть, в принципе, есть преимущество небольшое у Фейзов, потому что они только что играли трейн и сыграли там, да, там, сколько раундов? 10, 7, по-моему, было. Ну, что-то такое. 17 раундов. Полноценную такую половину сыграли. В итоге Астралис решили очень быстро выйти на точку А. Тут уже проблемы у Фейзов. Горит коннектор, но при этом потушили. Начинают занимать более выгодные для себя позиции игроки команды Фейз. Нико ищет фраг. Там у Гзипникса позиция такая довольно агрессивная. Он находится под центральным вагоном. Ну и хорошие флешки, опять же, в Астралис, в ответ от Астралис. И ритейк затягивается. Гзипникс в этом смоке станет сюрпризом для команды Фейз, которая все-таки попытается выйти на близкие рубежи. Девайс убирает Керригана. Глейв вместе с своими тиммейтами все-таки смогли вот просто 4 игрока выжить, соответственно. Прикинь, сейчас Астралис берет третий раунд, потом первый, и все, 4-0, все. Ну, это было бы интересно, на самом деле. Как минимум, потому что предыдущей катки у нас такого не было. То есть это было бы что-то новенькое в рамках этого тайбрейка. И вот видишь, да, вот за счет того, что покупали в первом раунде ОМПшки, сейчас есть 3 Мки. Есть 5-7 от Керригана, потому что вот покупал АВП, слишком много денег вкладывал в эти самые раунды, которые команда Фейз проигрывала. Девайс, опенфраг, от него Аллу погибает абсолютно слепущий. Олег сияли, ну и там, кстати, подсадка на зелени и слишком легкий минус для Хаварда. Найгарда, ситуация 4-4. Ну, тут красиво, конечно, вышел Девайс в миддл. Ну, так и дальше продолжает там он, судя по всему, кошмарить зелень. Рейн залазит на зеленый. Он, кстати, интересно подозревает. Ну, флешка, флешка, видимо, подозревает, что там есть Девайс. И, по-моему, Хавард заметил Нико, отличный хэтшот по Девайсу и уже у Фейзов преимущество. Ситуация 4-3. И тут же Кио делает минус по Гзипниксу. Но тут Астралис, как-то, честно говоря, не самым лучшим образом отыграли. Во-первых, у вас выходит АВП через мейн, делает минус. Почему никто не поддерживает? Понятно, что вы там потеряли зелень. А Изи мог чел выйти сверхниз сразу же. Они могли сразу же позиционку очень хорошую занять. Вот не было, действительно, вот саппорта Николаю Ритцу. Соответственно, сейчас мы смотрим на картину 4 в 2. Двойца Кьерби вместе с Глэйвом попытается выйти через мейн. 47 секунд до конца этого раунда. Рейн просматривает эту позицию. Соответственно, будет сразу же халпа. Там Нико тоже готов выходить и помогать Хаварду. Ну и какую хэтшотину просто залепил. Сейчас Кьерби своего оппонента. Нико тут же на размене работает. 55 хп. Выпытая на команды Астралис, который до сих пор не вышел с этой позиции, и вряд ли выйдет, наверное. Не дадут ему сейчас действовать особо команда Фейс. И он решает просто отойти на зелень. Но времени уже нет. Соответственно, это уже, наверное, сейв этого АК 47. Так как сейв? Это последний раунд. Уже сейвить-то нечего. Да, тут ты прав. На все 100%. Ну просто непонятно. То есть пытается просто вызвать очень быстро. Нико через перетяжку. И Керриган убивает его. Ну, тут вопрос, да, я не посмотрел просто на счет. Но в целом как бы непонятны были действия вообще Глэйва. То есть понятно, что ты одного тиммейта своего только что потерял на мейне. Вот вроде как можно выйти. У тебя нет времени для действий через зелень вообще. Тебе нужно просто бежать. На всех парах. А и учитывая то, что там находились два игрока команды Астралийс на планете, ну ты бы не дошел вообще в живых туда ни в коем случае. Даже не попытался бы посадить. Ну там довольно тяжелая ситуация 1 в 3. Знаешь, он уже просто может быть где-то мысленно даже сдался уже все. Возможно даже так. И знаешь, сам побежал, принял какое-то решение. Потом посмотрел на время, оценил и понял, что завтыкал. Ну уже что сделаешь? Уже ж килл не напишешь в консолях. Ну что, 2-1 первая половина для Астралийс очень хорошая. Они взяли в атаке 2 раунда. Теперь вопрос от фейзов. Для фейзов, вернее, вопрос. Девайс как-то очень мрачно отыграл, если честно. Славил тайминг хороший Яли. Дюпри под... Под ботинками. Под ботинками Рейна, который опять же тоже проседает немного. Кзипикса там 17 хп. Не должны отпускать. Так и получается Киошима делает второй минус в этом раунде. Это два бездарных совершенно минуса от Астралис. Ну в смысле бездарная игра от двух парней. Во-первых, от Девайса, во-вторых, от Кзипникса. Ну и вот в итоге Дюпри лезет в мидл, пытается как-то все это исправить. Но ничего не выходит. И Астралис проигрывает первый оружейный раунд во второй половине. Ну я уверен в том, что они его проиграют. Пять в два. Глэйв неплохо забирает одного Киошима. Но здесь вот слишком много позиций, которые нужно было просматривать. Нико тут же забирает капитана вражеской команды. Кьерби один-одинешник через сэндвич будет работать. Но по одному есть инфа. Это у нас Керриган, который только что вышел с зелени. Но дело в том, что бомба перетягивается на точку Б. Соответственно, у Кьерби уже должна быть информация какая-то по этому поводу. Понимание, вернее, куда будет выходить у нас пакет. Он уже устанавливается. Это один игрок на пленте. Кьерби очень сильно подгорает. 23 хп у него остается. Но здесь, конечно, будет очень тяжело. Скорее всего, без шансов. Это 2 до 2 скорее. Как ты думаешь, в такой ситуации уйти на сейф нормально будет? Мне кажется, что нормально. Ну, это как минимум неплохо будет. Учитывая то, что ты знаешь, где лежит АВП. И ты знаешь, какая экономика тебя ждет. То есть ты понимаешь, что ты во второй половине первой оружейный раунд отдал. И сейчас будут экономические проблемы до конца этой половины. И у тебя 20 хп. Это 1 в 2. И ты понимаешь, что вероятность того, что ты возьмешь раунд, процентов 20, не больше. И мне кажется, что было бы выгодно здесь засейвить. И по итогу, посмотрев сейчас на экономику Астралис, если Фейзы сейчас возьмут раунд, то у датчан не будет денег на последний. Да, это может быть провал для Астралис. Выпад через верхний, кстати, достаточно агрессивно действовал Алло. И сбривает все-таки Дюбри. Красиво. Да, это было очень даже неплохо. Керриган также забирает красного после Алло. Того же самого Кьерби. И в 5 уже ситуация для защиты. Будет очень тяжело сейчас работать контртеррористом, который попытается выйти со своих позиций. Но они не могут, потому что хороший молотон на мейне. Только Глэв здесь за плент-офф. И его тоже пытаются там прошить игроки и атаки. Но вот до минуса пока не доходит. Бомба перетягивается на б. Керригана явно зуб на Астралис. Ну не то чтобы зуб, он в принципе, я думаю, что с желанием с огромным доказать. Даже не то чтобы доказать, а просто наказать своих бывших тиммейтов. Ну и пока у него это выходит вполне себе красиво. Мы видим, как Фейзы просто по всем фронтам разматывают. И Астралис, по-моему, даже не понимает, что происходит в этом раунде. Посмотри, 5-0 просто. Как ты говоришь, чистый раунд для фейсдов. Ну, тут был действительно очень чистый и без шанса просто раунд. И что-то подобное мы видели раунд назад, когда Астралис просто попытались действовать тоже поодиночке. Один пошел на зелень, погиб. Второй на сотке. Ну и Дюпри, который тоже пытался поджимать одну из позиции. И посмотрите сейчас на деньги. Фейзы в полуфинале, я так понимаю. Да, если они выигрывают сейчас этот раунд, то они уже выходят с первого места группы А. Алла врывается очень быстро. Глэв тоже на прицел к Рейну. Алла делает минус по Керби. И только сейчас Дюпри отвечает. Но тут же его отрабатывает Алексей. Оли девайс, только один минус тоже. От него Рейн на размене. Последний Кзипикс, которого, в принципе, уже должны дожидаться. Его действия, вернее, через верх-низ. И попытается, да, у нас все-таки Кзипикс выйти в этот смок. Но он контролится Керриганом. Это победа команды Фейз Клан и выход в полуфинал. Сейчас, ребята, будет еще одна встреча между командами Immortals и Astralis за второе и третье место, если я не ошибаюсь. Да, и что самое интересное, уже после этого матча мы поймем, кто займет, естественно, второе место и кто займет третье. Здесь уже точно не будет переигровки еще одной. То есть это факт. Сейчас просто в очном тайбрейке, в очном противостоянии Immortals и Astralis выяснят, кто на втором, кто на третьем. Ну, опять же, объясним вам, для чего это решается. Для того, чтобы вот кого вы получите в четвертьфинале. Да, потому что если вы там, то есть там будет накрест, скорее всего, да, играться. То есть группа А, группа Б. Второе место против третьего. Здесь второе, против третьего здесь. Поздравляем команду FaceClan, которая заканчивает этот изнурительный и очень тяжелый день, наверное, для команды. Сыграли пять карт и потом уже тайбрейки. Но более напряженные они получились против команды Immortals. Вот Astralis не смогли с ним вообще справиться. Я смотрю на лицо девайса и у меня такой вопрос, знаешь, типа, какого вообще здесь происходит? Чем мы занимаемся? Что мы делаем?